Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ерванович, приветствуем вас. Здравствуйте, Анечка. Смотрите, как интересно разворачивается дело. Сначала нам наши западные оппоненты очень долго рассказывали о том, как устроен мир и как правильно должно быть. И мы очень сильно пытались, очень много прикладывали всевозможных усилий для того, чтобы переустроиться. Нам говорили, что и социально-экономически мы неверно жили, и первое, второе, третье, десятое не так. А теперь смотрите, какие новости. Германия рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе. Об этом пишет немецкая газета «Welt am Sonntag». Ссылается на свой доступ к имеющимся уже разработанным предложениям. Уточняется в этом материале о том, что, по данным экспертов оборонного ведомства ФРГ, в экстренном случае многократно увеличить численность солдат при помощи добровольцев не было бы возможно. И в этой связи глава Минобороны Германии Борис Писториус хочет поступить, как Швеция, ввести новый тип модели военной службы. Вообще, короче говоря, это удивительно. Они вдруг поняли, что невозможно жить только исключительно в обществе потребления и воспроизводить бесконечно комфорт, а надо как-то и служить тоже. Это очень удивительное открытие для нас, для тех, кто наблюдает за картиной извне. Возникает вопрос, зачем? Что, собственно, изменилось-то? Ну, кто им угрожает, почему им нужно... Они жили в комфорте. А что теперь? Почему они не должны жить в комфорте? Вот что произошло с замечательной страной Германии? Такое, что год назад ей еще можно было жить в комфорте, а пять лет тем более назад можно было жить только в комфорте. Этот комфорт культивировали, а теперь произошел какой-то великий перелом, при котором дальше в комфорте жить нельзя. А почему? Что ей мешает? Значит, ей, констатируем сразу, ничто не мешает. Она может продолжать жить в комфорте сколько угодно. Вопрос заключается не в том, что она вдруг поняла, что с севера какие-нибудь крылатые гиперборейцы с лазерным оружием на нее нападут, и надо защищаться. Этого нет. Этого нет. А почему-то она начинает менять парадигму существования. Очень фундаментально. Из вот этого самого такого гедонизма они пытаются куда-то выбраться. А зачем? Кто их? Какая муха их укусила? Что происходит? Говорится только одно, что Россия будет с ними воевать. И поэтому им надо выходить из комфорта. Но мы же с вами понимаем, ну, я не знаю, как люди среднеинформированные, понимающие, тем не менее, как выглядит эта элита. Они, черт возьми, знакомые с этими конкретными людьми, которые принимают решение. Что в страшном сне они не видят никакой войны с Европой. В страшном сне не видят. Даже если случайно по какой-то причине у них какое-нибудь радостное или горькое событие, и они приняли на грудь определенную дозу, а русскому человеку это свойственно. И каждому здесь живущему им приснился кошмар, то не этот. Какой-нибудь другой, семейный, бытовой или космический. Но только не этот. Нет доктрин, документов, готовностей и каких-то оснований для того, чтобы начать воевать с Европой. И каждый раз, когда наши высокие должностные лица, неважно какие, включая президента, отвечают на вопрос журналистов, говорят об этом, у них перед этим такое чувство, да, ну вы вообще. Я помню этот советский анекдот эпохи Андропова, который начал бороться с алкоголизмом. И вот, значит, анекдот, что суд осуждают Иванова Ивана Ивановича за то, что он выпил рюмку пива, уйдя с работы, ну, закончив рабочий день, выпил рюмку пива, и что это такое страшное преступление, что его приговаривают к высшей мере наказания и расстрелу. И подсудимый последнее слово. Судимый встает и говорит, ну вы, дальше неприличное слово, вообще. Вы вообще. Каждый раз, когда Путина, скажите, а вот говорят, что воевает с Европой, у Путина вот это выражение, вы вообще, вы вообще. Вот страшно все эти проблемы, ну что еще вы выдумаете? Ну что там, ну вообще, ну представить себе невозможно, да? Василий Иванович Чапаю, в этом смысле, когда он в Академии Генерального штаба начал учиться. Ну это вот тоже вы не знаете. Ему лектор по алгебре сказал, что вообразите себе квадратные трехчлены. И он вышел из зала, потому что вообразил, страшно испугался, и больше в аудиторию не отпустили. Ну вот для нашего генштаба, на службе безопасности, президента и кого-нибудь еще, ну если не каких-нибудь со всех молодых людей, да? И вывести за скобку. Вот все, кто принимает решение, вот война с Европой – это квадратный трехчлен. Вот больше ничего, вот это вообще. И все это понимают. Украина – это совсем другое, и все мы знаем, что, так сказать, началась натализация Украины. А вот чтобы начать вот это делать, да, это, ну, это нужны совсем другие люди. Ну, совсем другие, чтобы начать такую войну. И эти психологические характеристики имеют решающее значение. Значит, тезис первая – это квадратный трехчлен, вы вообще, и так далее. Тезис второй. На Западе это воспринимается уже как случившееся очевидное событие. Что мы слышим с той стороны теперь? Если завтра война, если завтра поход, если грозная сила нагрянет, как один человек, весь немецкий народ на защиту Германии встанет. Правильно? А откуда это? Это может быть только в одном случае. Если они знают, что им эта война уже предписана кем-то, и что они ее навяжут, что это русское нападение на, так сказать, НАТО, Европу, это вот, да, допомнится еще в запрошенном лете, ты меня нагрубил, я этого приятеля не забыл. Да? Это вот, вот это вот. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. И Путин опять-таки об этом говорит. Он говорит, слушайте, сопоставьте бюджеты, сопоставьте объемы, с какого хрена мы будем нападать на эту машину, которая тратит на вооружение 15 раз больше, мне не помню, 9 раз больше, чем мы, которая как бы олицетворяется населением в миллиард вместо 130 миллионов, и так далее. С чего, с какого бодуна мы начнем это делать? И что вообще имеется в виду? И при чем тут сухопутные войска? В известных мне документах рассматривается вариант нападения на нас НАТО. Но в документах той эпохи, когда я с ними особенно часто знакомился, говорилось однозначно, что есть такое-то время, в течение которого наши сухопутные войска могут сдержать это нападение, после чего наносится обязательный стратегический ракетно-ядерный удар. Никакой такой длительной войны быть не может. Аня, ну, честное слово, это так. Ну, с эпохи там, там, ельцинских начальников генерального штаба, потом следующих, но это все время было так. Вся доктрина держится на том, что если эта война с НАТО серьезная, а большая, то наша задача удержаться сколько-то времени на позициях каких-то, отступая, и в исторически, хронологически кратчайший период нанести ракетно-ядерный стратегический удар. Эта концепция оказалась в основе Сердюковской реформы наших вооруженных сил, когда и было сказано, что нам большие вооруженные силы не нужны, ибо мы не собираемся вести сухопутную нормальную войну с НАТО. Мы вам нужны гибкие силы быстрого реагирования для конфликтов в горячих точках или войны с терроризмом, да, и нам нужны мощные стратегические ракетно-ядерные силы, если, упаси бог, а это говорилось и во времена Ельцина, и всегда на нас нападут, тогда наш ответ будет ракетно-ядерным и не тактическим, что, с моей точки зрения, никакого практического эффекта не имеет. Я тут узнал, что уже есть устройство, но если еще добавить к ним устройство с распылением аэрозоля на еще большей площади и мощностью взрыва, то зачем нужно загрязнять территорию, если можно с ней разбираться с помощью обычных конвенциональных вооружений, ничуть не менее эффективным образом, да? Ну, то есть, иными словами, в какой-то момент времени мы решили изменить концепцию того, что из себя должна представлять армия. Я твердо уверен, что та советская военная машина с ее огромными дефектами и небезусловностями, которая существовала на 1991 даже год, уж тем более на 1985, перед перестройкой, она могла занять Европу до Бискайского залива, включая Испанию, ровно за то время, в которое бы двигались танки. Никаких задержек в их продвижении бы не было. Вот, может быть, они там через Пиренеи бы более сложно прошли, потом у них гусеницы бы ломались, естественно, они бы их чинили, могло бы быть много починок, но вот с той скоростью, с какой эта армада бы ползла, она бы и доползла до Бискайского залива. Без всякого сопротивления. Но ни один танк не двинулся, ни один самолет не взлетел. Кроме того, поскольку она была прикрыта американским ядерным зонтиком, тут было понятно, что как только она двинется, в ответ будет ракетно-ядерный удар, и мы обменяемся этими ударами. А дальше это уже вопрос о другой эпохе жизни человечества и так далее. Это уже все про другое. Смеялись над Никитой Сергеевичем Хрущевым, который говорил, что если что-нибудь еще, вот мы вам сейчас покажем Кузькину мать. И все говорили, что такое это Кузькина мать, зачем он. Вот Кузькина мать, это было термоядерное устройство, мощностью, если мне не изменяет память, то ли в 50, то ли в 100 мегатонн. То есть это то ли 5000 хиросим, то ли там 10 тысяч хиросим. Одно устройство, испытанное на новой земле. Все наши ракеты, СС-18, они рвать не могли, это сатану. Там была разговаривающаяся часть индивидуального наведения, главная часть индивидуального наведения, РГЧИН, да, которое рвало любую американскую ПРО, и просто там одна ракета прилетела, уже как в Нью-Йорк, и что-нибудь еще нет. У нас была невероятная военная мощь. Мы потеряли колоссальные территории, экономику и все прочее, да, не включив военную машину, и это называли они победа без войны. Они выиграли холодную войну, которая по существу была игрой. Нащупав слабые точки нашего населения, в элите и так далее, и тому подобное, они устроили эту композицию. Российские вооруженные силы, модернизированные, и все равно при любой ситуации, как бы наделенную вот этим неистребимым русским духом, даже в его восстаточной качестве, все равно несравнимы с советскими. СССР был государством с трехстами миллионами. Здесь их 130-140. Был Варшавский договор, здесь его нет. Неизвестно было еще, как поведет себя Китай. Короче говоря, у нас было вот это все сверхдержавное могущество, которое позволяло осуществлять самое главное в мировой истории – равновесие. Существовало мировое равновесие, которое дополнялось равновесием суперидеологическим, можно сказать, метафизическим, согласно которому... Вот неважно, какие написаны слова, что такое коммунизм. Хотя на самом деле важно. Но даже если считать, что неважно, все равно это сказано, что мы идем в направлении А, а они идут в направлении Б исторические. Наше направление правильное, их неправильное. У нас один мегатренд, у них другой. Там мирное сосуществование или там конфликт – это уже второй вопрос. Ядерному взрыву нет, нет, нет. Но все равно мы жили так. Этот тип жизни был резко свернут в 91-м году. Под тезис, что на нас никто теперь никогда не нападет, а мы будет только мир, дружба, жвачка. Под этот тезис соответствующее сокращение населения, а значит, и армии, ликвидацию Варшавского договора, который был регулирован чуть раньше, да? И абсолютно другие потенциалы было сказано очень многое. Во-первых, мы идем их путем, а не своим. И мы идем у них в хвосте, стараясь быть в серединке. Во-вторых, мы маленькие. В-третьих, нас все любят, да? А в-четвертых все равно было сказано, Ельцином уже и кем угодно. Ельцин был не так прост, как его изображают. Что уж если навернут, да, то ядерными ракетами сразу сухопутные силы, военно-морской флот, НАТО уже не соразмерны и не должны быть соразмерны. Но есть атомные подводные лодки, да? Есть ряда, есть вот это ядерное хозяйство, наследие Советского Союза. И если только тронут, что почти невозможно, то мы ответим ядерно. А поскольку ответим мы все равно на них ядерно, то нам для войны с ними сухопутная армия не нужна. Я говорю о существенных вещах. Но сухопутная армия нужна не для этого, а для чего-нибудь другого. Вот в Чечне, для таких вещей. В Сирии. И ее под это стали реформировать. Мы же почти не обсуждаем эти вопросы. Чем плоха Советская армия? Что в ней были дивизии. А дивизии – это ахинея. А почему это ахинея? А потому что у нашего нового соратника и друга, в которой мы частью, у которой мы скоро станем, бригады. Сделали бригады. А теперь снова делают дивизии. Как вы думаете, это бесплатное удовольствие сначала из дивизии делать бригаду, а потом, например, нет. Это огромная такая... Кадрированные части. Зачем они нужны? Для всеобщей мобилизации. Чтобы в этот момент было куда этих мобилизованных сгрузить, быстро научить, наделить офицерским корпусом более-менее компетентным и пустить в бой быстро. Не нужны. Потому, что никогда такой армии не будет. Никакой мобилизации не будет. Никакой сухопутной войны не будет. Будут обмениваться ударами с подводок, с воздуха, из-под земли, там, шахт и так далее, и все. Дальше то же самое происходило со всем остальным. Я знаю начальника Академии Генерального Штаба, не буду называть, в прошлом, который твердо был уверен, что наши офицеры должны проходить образование в Эспойнте. Он это открыто говорил на совещаниях, что Академия Генерального Штаба не нужна. Это была концепция, это вообще не фантастика. Это все злоба дня тогдашнего. Потому, что мы рассматривали себя как Бразилию, как державу сателлита, по одежке протягивай ножки. А война может быть только ядерная. Это в загашнике держали всегда. Я знаю людей, которые очень сильно поменяли позицию, и сейчас такие патриоты, и, так сказать, антизападники, что диву даешься, и которые были экстазными западниками и всем, да, и о всем говорили. Но они тоже, когда речь шла уже о термояде, слить термояд, они говорили, а вот хрен им они слить термояд. Я помню эти слова, они у меня в ушах в 91-92 году. От лица таких западников. И когда одному из наших нефтяных олигархов пришла в голову идея предложить американцам сделать его президентом, отдать нам крупный кредит, да, а мы сольем термояд, то потом пришлось шить варежки. Вспомнили мы с вами одного олигарха, который отбыл затем вместо... Какая полезная профессия была получена, как это все хорошо кончилось. Неважно, да, как они теперь всех учат жить, но неважно. Это было общее мнение. Аня, очень важно. Это было мнение и про западной очень части элиты. Термояд не хотел слить никто. Но по предложению этих товарищей западных в 92-м году было сказано, что жидкореактивные ракеты СС-18, которые, обладая главной частью, могли прорвать любую оборону. И, так не помню, там 12-16 было этих отдельных эргочин, которые, так сказать, могли все это рвать. Их надо убрать, они вредные экологически, а надо поставить моноблоки тополей. И я руководил группой Верховного Совета, которая оппонировала генеральному штабу нашему по вопросу о том, что делать нельзя. Шел 92-й год. Потом все-таки тополя поставили. Потом выяснилось, что эти тополя опасно моноблочные. Потом эти тополя начали засаживать разделяющиеся части, а потом поставили новые ракеты. И я хочу верить, тут это чистый вопрос веры, что они замечательные. И что они и твердотопливные, и вместе с тем очень мощные. И все там другие у них характеристики, другая эпоха. Я говорю о философии, а не о быте военном. Я не настолько хорошо его знаю, чтобы о нем рассуждать. Я не люблю рассуждать о том, что не знаю слишком хорошо. Так вот, быт был в этом. Всегда термояд плюс маленькая, хорошая профессиональная армия. Да? Без этих сумасшедших развертываний. Потому, что нафига развертывать что-то и какие-то собирать эти 20-ти миллионные армии, как Великую Отечественную войну. Если бы быстрый обмен ядерными ударами, не успеешь развернуть, как уже не нужно. Это основа основ данного мышления. Но не только нашего. Их тоже, подчеркиваю, их тоже. Крупная сухопутная армия нам понадобилась для так называемого управляемого конфликта или войны средней интенсивности на Украине. Ну, вы же видите, все время, что, тем не менее, они орут, что НАТО будет вмешиваться, не будет вмешиваться. Нет войны, особенно такой, да еще называемой СВО, на которой не идут одновременно переговоры помощников по безопасности, не знаю что, военных, спецслужбистов. И переговоры эти были в том, что вы не лезете, мы вам санкционируем вот такую меру участия, а следующее – это красная линия. Теперь они все время говорят, что красные линии существуют и так далее. Но война-то шла под красные линии. Это так называемая средняя война, в которой меряются кто у кого какая мощь, и потом заключается какая-нибудь договоренность. Теперь, когда говорят, что это война вечная, да, и красных линий нет, это и есть метаморфоза главная. Понятно. Значит, нам понадобилось больше, там, мобилизация и все прочее, под крупную армию, которую украинцы успели создать в ходе АТО, пропустив через АТО большое количество людей, антитеррористическую, как называемую, операцию против Донецка, Луганской и всего прочего. Мы только начали это создавать, но для конфликта с Украиной и в очень ограниченном формате, при этом считая, что нам удастся получить достаточное количество контрастников, и по отношению к современной России это правильно. Надо заплатить любые деньги за трехмиллионную контрактную армию. Начать с 500 тысяч снизу, а не с 200. И дальше идти. И никакая экономика не рухнет, ничего не будет. Неважно. Мы под это строили. Теперь я спрашиваю, они подо что собирают сухопутные контингенты? Вот в чем вся острота вопроса, который мы обсуждаем. Подо что они собирают сухопутные контингенты? Подо что они ядерную триаду усиливают? Понятно. Подо что они еще что-нибудь делают? Понятно. Им эти сухопутные контингенты нужны зачем? Если идет война с нами, так она ядерная. Значит, что они планируют? Это возвращаясь к новости, с которыми мы начали беседу для слушателей. Об этом идет разговор. Тут есть два аспекта. Во-первых, вообще. Нафига им вдруг стало нужно крупную сухопутную армию? Почему нужно вооружить Германию ядерными ракетами? Понятно. Как и Японию. Почему нужна гонка ядерных вооружений? Понятно. Русские нападут? Мы обменяемся. Если нет американцев. А почему это, собственно, их нет? А подо что нужны сухопутные контингенты? Вот это обязательная военная служба. Германия. Зачем им большая сухопутная армия? Против кого? Даже русские нападут. И что? И будем, будь, сказать, сухопутно с армией НАТО увеличенной? Что будет происходить? Зачем им это увеличение сухопутных войск? Зачем им этот призыв? Это же война. Какого типа планируется под призыв? Это очень нетривиально. Совсем нетривиально. Это не вопрос просто в одну фразу. А поскольку теперь они считают, что будут воевать с Россией, то они начинают гонку вооружений. Они тогда начинают гонку ядерных вооружений. Потому, что ядерные России. А что они творят? Зачем им сухопутные бригады эти? Или кто? Уже никто тоже был дивизий. Корпуса. Что они хотят делать? Значит, они хотят воевать в каком-то смысле втихую. Они хотят байпрокси воевать. Они хотят эти контингенты каким-то способом оперировать ими так, чтобы можно было укрепить вот эту войну среднюю с Украиной. Слегка ее расширить. Оставить ее неконвенциональной. И в этом неконвенциональном формате начать с нами разбираться. Другой идеи быть не может. Это первый вопрос. И второй. Могут ли они это сделать? Решающий фактор в войне не техника, сколько ты ее не разгоняй, а люди. Доказательством тому, как американцы бежали, не помню, из Сомали, когда оскаленные представители чернокожего населения, так сказать, начали на них прыгать с деревьев. Постоянный Афганистан, где эти пуштуны всем показывают, что происходит с высокотехнологическими армиями. И много что еще. И Хамас. Понятно, что главные люди. А людей в этом смысле сильно опоскудили. За эти годы гедонизма и комфорта. И деноцификации. Германия была раздавлена совсем. Черчилль, а в общем-то и Рузвельт, но в основном Черчилль, хотели уничтожить и разделить на 20 государств. Деноцификация должна была проходить еще более свирепо, с тем, чтобы раз и навсегда запомнить, что такое Холокост. Остановилось это потому, что русские испытали ядерное оружие совсем рано, оказались не такими дохлыми, и нужно было начинать набирать в Европе какой-то потенциал против них. И была эта маленькая-маленькая ФРГ. Потом эта ФРГ стала единой Германией. Что сказал Коль, когда рушила стена и ликовали немецкие толпы? Он сказал, а если сейчас мы все запоем «Дойчлен, дойчлен юбералис», то нас же не поймут, сказал Коль. Это официальное высказывание. Они... Душа рвалась песть «Дойчлен, дойчлен юбералис». Не «Дойчлен, дойчлен юбералис». Я разговариваю с крупной парламентершей, представитель парламента Германии, и говорю ей, что если речь идет о том, чтобы Азвантический океан стал внутренним немецким морем, то мы не против. Она кричит «Найн-найн», что вы такое говорите, нам нельзя это слушать, мы все равно все время об этом думаем. А считай, они объединились. И хотели срочно вытащить ГДР на уровень ФРГ. Но там произошли чудовищные вложения, которые были очень профессионально, использованы представителями штази и другими кругами, для создания новых ГДР-овских экономических героев. Никаких... Вытащить ГДР на этот уровень ФРГ было невозможно, а ГДР-овская менталитет рано или поздно вернулся к этому социалистическому типу, что так лучше. Немцы свою ГДР-овскую, она была одной из лучших, социалистическую модель стали снова на ней ностальгировать. Но Рейх объединился. Германия развернула мощнейшую экономическую деятельность, опираясь на русские ресурсы. Она фактически стала осуществлять экспансию в Австрию, Чехию, в общем-то и в Польшу, хотя те побаивались совсем, стала возникать очень острая, включая физические ликвидации, борьба между американскими и немецкими агентствами в Прибалтике и в других частях Европы. Немцы начали эту игру. Но внутри этой игры есть ли немец для сухопутных войск? И что это за немец? Я много раз говорил, что оставим в стороне то, что коммунизм для меня – это большая ценность, и в любом случае это гуманистическая идеология, а нацизм – это самое мерзкое, что может быть. Но если методологически сравнить, то черная дыра в немецкой истории длилась с 1933 по 1945 – 12 лет. И немец, который уже был взрослым, 15-летним, до Гитлера, он 27 лет приступал через эту пропасть нацизма в 12 лет, в черную дыру, в которой был проверщен кусок немецкой истории. Его до конца не удалось превратить. И все равно стали говорить многие немцы, что фюрер хороший, что там все находить. Но он 12 лет. А когда у нас пытались 70 с лишним лет превратить, то это не просто в 6 раз больше. Это катастрофа окончательная, полная. Нельзя перепрыгнуть через 70 лет, сохраняя свою историю. Но и через 12 нельзя. Значит, тот немец, который будет воевать в этой армии, он будет не тот, который деноцифицирован, а другой? А какой другой? А как они его произведут? Если они производили деноцификацию, а американцы производили ее абсолютно с велепа. В отличие от нас. Мы в ГДР такой деноцификации не проводили. Мы так немецкий народ не унижали. Но если они проводят эту деноцификацию, то теперь нужна реноцификация этого же человека. Еще надо подготовить, который опять согласится воевать. И в какой войне? Это все под какую войну? Как она должна выглядеть? В чем тут план? Как они хотят сохранить неконвенциональный формат, увеличивая мобилизацию? Во-первых, будут ли эти мобилизованные достаточно немцами, в том смысле, в каком это является военная нация? Немцы были военной нацией. Мне... Мой отец мобилизовался, а его друзья остались в армии. И вот один из друзей мне говорил. Все, мы их победили и так далее. Ну, вот давайте эксперимент проведем. Там мальчишка приходит в музей оружия. Там лежат оружия, а рядом игрушки. Мы специально проводили такие вещи. Вот обычные игрушки, самокаты, терпыр и оружие. Немецкий мальчик сразу потянется к оружию, а русский будет рассматривать самокаты, парашют, что-нибудь еще. Или даже игрушку медведя какого-нибудь. Это не говорит, что мы их победили. Мы умеем воевать. Но этот военно-милитаристический архетип в немецком создании очень силен. Они его хотят воскресить. Они его раздолбили в клочья. Они уничтожали его. Они его растаптывали. Они навязывали этот гедонизм. Они создавали всю эту первую... Теперь с кого они будут создавать этого солдата? Это же не вопрос его мобилизовать. Это вопрос его побудить воевать. За что? Если высшая ценность – это жизнь твоя. Как ты будешь воевать? Значит, это либо ванскнехты. Но тогда это необязательная мобилизация. Это бабки. Либо это идея. Какая идея? И под какую войну? В преддверии какой сложнейшей композиции мы участвуем? Она идет. Повторяю. Когда все средства массовой информации воют о ковиде, это значит, им приказали. Когда все средства массовой информации воют о том, что русские нападут и надо гнать вооружение и прочее, значит, им приказали. Значит, модель, при которой нужны, я не знаю, прежде всего, какие-нибудь виды генетического и прочего оружия и сокращение населения, меняется на военную модель. Какую? Как из нее вычесть ядерный фактор? Значит, произойти должно примерно следующее. Америка должна куда-то отойти, чтобы крупного ядерного фактора не было. Эти все французские, английские ядерные факторы небольшие добавят еще какие-то. И какие-то сухопутные войска с этими небольшими факторами должны подпереть против нас с учетом того, что мы почему-то не будем во всю мощь применять стратегическое ядерное оружие против Европы. А почему, собственно, мы не будем? Что это будет за кино? Как медленно, медленно и медленно расширять войну, не превращая ее в неконвенциональную, в которой мы, конечно, уничтожим мир, но мы же его уничтожим гарантированно и много раз, если применим. Я не верю, что все так деградировало, что этого не будет. А даже если остались еще какие-то жидкостные, надежные ракеты от советского наследства, то их достаточно, чтобы была пустыня. Их был такой переизбыток, что их достаточно. Значит, этого они не хотят. А если они этого хотят, то им не надо увеличивать сухопутный призыв. Понятно? А если им надо увеличивать сухопутный призыв, то не под это, а под что-то другое. А подо что? Значит, эти войска должны всасываться в какой-то плацдарм, который будет все время расширяться, не превращаясь в ядерный. Это же вопрос. Куда будут перебрасываться контингенты? Они будут воевать от имени кого? Каким образом это от имени кого окажется необязательно ядерным? Как развязать обычного военного джина, не превращая его в ядерный? Значит, прежде всего, надо убрать НАТО полностью. С пятую статью. Обязательность при нападении на любого члена использования всей мощи. Это надо убрать. Америке надо вообще отойти и ждать. Но и тут это все надо убрать. Дальше эти контингенты куда-то надо перекидывать так, чтобы навязать возможность неядерного формата. Дальше в это надо втягивать что-то другое. Статья за статьей сказано о том, что мы любой ценой восстановим дружбу с Турцией и вернем ее в наше лоно до конца. Дальше Япония. Какой, не побоюсь этого слова, дьявольский механизм маячит за бредовым не только с точки зрения пацифизма русского, который, я уверен, есть, но и с точки зрения милитаризма натовского типа замышляет конфликт. Как его устроить? Его же надо еще суметь устроить. Насколько мир управляем для того, чтобы его устроить. Поэтому, когда говорится о гонке сухопутных войск и вооружений, то с точки зрения всего, что происходило, ну, не 45-го, ну, скажем, 60-го года, последние 60-70 лет, это бред, но за этим бредом стоит абсолютно новая загадочная и зловещая реальность, которая предполагает необходимость крупных сухопутных контингентов, а значит, предполагает и то, что как-то все будет разворачиваться непрямым способом посылания многомегатонных зарядов, обмена ими и ликвидации цивилизации, ибо при таком обмене сухопутные войска – ничто. Знаете, что такое слепой дозиметр? Это вот я первые свои офицерские погоны получал в Таманской дивизии, но просто военная кафедра была в институте. Меня больше всего раздражал слепой дозиметр, который я не могу посмотреть. Я должен идти через радиационную зону на бронетранспортерах, и я не должен знать, сколько у меня. Когда я умру, его вскроют и посмотрят. А мне хочется знать. Так вот, это же не война слепых дозиметров, а что-то другое. Поэтому мне кажется, что эти скромные заявления, как бы касающиеся самих этих стран, на самом деле должны быть в фокусе внимания всех, кто дешифрует нетривиальную абсолютно новую военную концепцию Запада. Это зловещая, коварная концепция. А то, что она по нашу душу, надеюсь, не вызывает никаких сомнений. Вряд ли они хотят воевать таким способом с, я не знаю кем, с корсиканскими сепаратистами. Сергей Ирванович, очень популярно вы по полочкам всё разложили. Крайне доходчиво, я бы сказала. Да. Вот то, что для всех концепций сухопутная гонка не нужна. Нужна другая. А если нужна сухопутная, а она нужна. Вот это обычная человеческая армия, масса вся. То она нужна для чего-то совершенно нового. Не того, что мыслилась всю ядерную эпоху. Сергей Ирванович, огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу, как всегда. Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссёр и лидер движения «Суть времени» был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом». Внимание, премьера. Говорит и показывает телеканал «Звезда». Они собирают у экранов страну. У меня с телевидением связь не прервалась ни на один день. Они открывают нам мир. Я вам сейчас покажу. Они отправляют нас в космос. Никто не знал, кто едет на Байконур. Они формируют вкусы. Мелоновая точно. Как родные, они приходят в каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце. Они зажигают звёзды для нас. Теперь пришло время зажечь звёзды в их честь. Вот здесь аплодисменты. Попал в десяточку. Новая шоу-программа, посвящённая судьбам выдающихся деятелей отечественного телевидения. Мы сели на небольшой самолёт. У нас загорелся двигатель. Но Лёня вёл себя так. Ребята, у нас ещё осталось. Ну, горел, ну и что? Галерея звёзд. Смотрите скоро на телеканале «Звезда».